Встретили мы этот Новый год масштабными праздниками, салютами, праздничным столом, выпивкой. Что еще? О чем мы задумались в начале этого года? Мы слушали выступления президента Российской Федерации по телевидению. Что он сказал? 15 лет он говорит примерно одно и то же. Поэтому слушать было совершенно неинтересно. Люди собирались за праздничным столом, а президент что-то там вещал, и никто, наверное, не вспомнит, что же он говорил на этот раз. Наверное, то же, что и в прошлый раз, и в позапрошлый раз. В общем, размежевание народа и власти за праздничным столом происходит самым решительным образом. К сожалению, такая решимость не сохраняется во время избирательных кампаний, когда люди почему-то вдруг начинают слушать, что там вещает телевидение, и верить тому, что говорят чиновники. Встретили Новый год, посмотрели на эти салюты, покричали ура, чему радовались? Ну, разве что тому, что собирались за общим праздничным столом с родными и близкими. Что, собственно, мы праздновали? Начало Нового года. Чем это отмечено? Какой радостью? Радость? Начало нового месяца, новой недели. Некоторые умудряются отмечать и эти дни как праздники. Новое тысячелетие, новое столетие. В чем принципиальная разница? Да, в общем-то, ни в чем, и повода для особой радости нет. Почему радуемся-то? Чему радуемся? Тому, что наступает 1 января? Тому, что можно не ходить на работу? Ну, так это в каждые выходные происходит? Нет, только тому, что мы встречаемся с родственниками и используем этот повод. Но есть и другие поводы, может быть, гораздо более достойные. Есть памятные даты русской истории, есть даты воинских побед. И для нашей армии, для военно-морского флота они всегда могли бы быть отмечены. Но у нас отмечается почему-то день российской армии, день военно-морского флота. Что такое день? День какого-то рода войск, день металлурга, день бухгалтера, я не знаю там кого еще. Что это за профессиональные праздники? Одни отдыхают, другие работают, одни других поздравляют, представители одной какой-то профессии поздравляют друг друга. Зачем придуманы эти праздники? Они совершенно лишние, совершенно никому не нужные. Понятно, когда у нас Новый год был соединен с Рождеством. В этом есть какой-то смысл, в этом есть священная история, которую мы отмечаем. Когда Новый год был 1 сентября, понятно, это был праздник урожая. Вырос новый урожай, все радуются и приступают к его сбору. Чем мы занимаемся 1 января или 31 декабря? Совершенно непонятный праздник, непонятным образом установленный. И радость непонятная от чего. Ради чего выходить на улицу и кричать «Ура!» при виде салюта. Это какое-то развлечение, либо очень детское, либо для очень жидких мозгов. Давайте же все-таки используем начало Нового года для того, чтобы собраться с мыслями, для того, чтобы вспомнить о том, что был для нас предшествующий год и чем для нас будет 2015 год. Это гораздо важнее, чем сидеть за праздничным столом, выпивать, что, собственно, в Рождественский пост не есть хорошо для русского человека, и обсуждать всякие глупости, всякие частности, которые, в общем-то, ничем не просветляют ни душу, ни интеллект. 1 января у нас отмечена трагедией. В этот день убит герой обороны Луганска, начальник штаба 4-й бригады Луганской Народной Республики Александр Александрович Беднов, позывной «Бэтмен». Он начал свой боевой путь всего с 20 бойцами, создал батальон. Вместе со своими бойцами 1 января он был убит предательски из засады, сначала выстрелами из гранатомета, а потом добили, расстреляли две машины из стрелкового оружия. Информацию подтвердили бойцы батальона, опознавшие своего командира и своих сослуживцев в расстрелянном «Фольксвагене» и в машине сопровождения. Погибли 6 ополченцев. Одна из предполагаемых причин – это конфликт с руководством ЛНР, подготовка к отставке этого руководства. Недоброжелатели говорят о том, что готовился вооруженный мятеж. Может быть, он и готовился, и может быть, он был вполне кстати в той ситуации, которая сложилась. Предательство в руководстве Донецкой и Луганской республики уже сейчас всем совершенно очевидно. Сотрудничество с кремлевской бандой, как возможно и с бандой киевской, вполне уже сложилось, и сдача Новороссии уже состоялась. Дальше дело техники, дальше вопрос тайного сговора и дележа добычи. Игорь Стрелков, к мнению которого прислушиваются, высказался о ситуации в Новороссии и предложил ополченцам покинуть Донецкую и Луганскую республику. Можно сказать, что тем самым он признал поражение того дела, которому служил. Ну и, собственно, это продолжение его личного поражения, когда он покинул пост министра обороны Донецкой народной республики. Я думаю, что здесь бессмысленно списывать что-либо на происки какого-нибудь там Суркова или кремлян. Если вы сдаетесь, то вы сдаетесь в том числе и им. Если вы выполняете их распоряжение, значит вы действуете как человек зависимый. И в данном случае капитуляция это продолжение признания той самой зависимости, которая побудила Игоря Стрелкова оставить свой пост и превратиться в такого пока еще не очень умелого, достаточно наивного политика, который в основном интересен публике своим прошлым. Прошлым недавним, но все-таки это прошлое. А будущего? Получается, что будущего нет ни у Новороссии, ни у России, ни у Украины. Если мы сдаемся, значит мы сдаемся своим врагам, а не просто уступаем обстоятельствам. Не надо было слушать никакого Суркова, не надо слушать было тех засланных казачков, которые приезжали в Новороссию, не надо было проводить выборы, которые столь же фальшивы, как и выборы на Украине, как и выборы в Российской Федерации. Эти выборы дали ложную легитимность людям, которые совершенно недостойны народной поддержки. Да, народ начал уступать, народ готов на все, что угодно, лишь бы прекратили стрелять. Но те, кто с оружием в руках, те должны были бы определить будущее Новороссии. К сожалению, они не взялись за это. Полевые командиры должны были провести съезд, определиться, кто из них является руководителем, и подчиняться ему уже не на страх, а на совесть. И тогда это был бы настоящий военный диктатор, который навел бы порядок, который всю эту бюрократию, которая снова всосалась в органы власти Новороссии, просто разогнал бы куда подальше. А граждан побудил бы, может быть, принудил бы к защите своей Родины, своего Отечества, и запретил бы взрослым мужчинам разбегаться кто куда, кто на Украину, кто в Российскую Федерацию. Сейчас в нынешней обстановке время упущено, как было упущено в феврале Российской Федерации, которая могла бы освободить Киев от захватившей ее банды, и провести нормальные демократические выборы. И тогда Россия и Украина были бы друзьями к настоящему моменту. Но трусость кремлевской группировки всем уже совершенно очевидна, ну, по крайней мере, тем, кто способен отличать трусость от героизма. Мы видим, что Владимир Владимирович Путин – это трус, трусливый политик, которому приписывают какие-то мужественные поступки, но кроме вибраций голосовых связок ничего мужественного в его действиях мы никогда не видели. На этот раз тоже не видим. Полная сдача Новороссии. И превращение народного возмущения, которое побудило многих достойных мужчин взяться за оружие, просто вделешь добычи олигархами, которые воспользовались ситуацией. Одни пытаются удержать свое имущество, другие – разграбить то, что там плохо лежит. Вот и все, к чему свелись события в Новороссии. Эти бесчисленные жертвы, эти страдания, эта кровь, которую показывали на всех телеканалах мира. Это достойное завершение этого исторического периода, пусть достаточно кратковременного. Да, возможно, ополченцы, которые вернутся в Российскую Федерацию, станут оплотом, опорой русского движения. Но ведь они все будут взяты на карандаш спецслужбами, и вряд ли кто-то из них останется вне наблюдения. Скорее всего, на этих людей обрушатся репрессии. И как люди, которые взяли оружие, но не имели никакого правового статуса, а никто и не требовал этого статуса, ополченцы остались без какой-либо поддержки, и русские люди не вышли на значимые митинги, не сплотились в какую-то единую силу, которая поддержала бы ополченцев и потребовала бы от властей учреждения статуса, который не позволил бы проводить репрессии, которые сейчас уже подготовлены спецслужбами. Нет, этого не произошло. Русский народ проявил слабость, русское движение показало свою раздробленность и низкую дееспособность. Если сейчас мы не начнем быстрое формирование единого русского движения, если не сплотимся в русский национальный фронт, то мы так и будем все репрессированными, все русские люди, в особенности те, кто проявляет политическую активность, в особенности те, кто берется за оружие, вопреки воле олигархии, которая сдает нашу страну иностранным своим партнерам, иностранным своим союзникам. Фактически ведь война идет не на фронте. Это может быть Игорю Стрелкову кажется, что война ведется по фронтовой линии разделения между силами ополченцев и силами Украины. Или может быть на дипломатическом помприще между Россией и Объединенным Западом. Нет, это не так. Война ведется между русской нацией и олигархией. Олигархия стремится русскую нацию уничтожить. Фронт проходит прямо здесь, где мы стоим, там и проходит линия фронта. А не там, где звучат выстрелы, и не там, где дипломатическими методами пытаются кого-то ущемить или кого-то приподнять. Эта иллюзия нам дорого стоит. Дорого нам стоит объединение Родины и начальства в своем собственном сознании. Когда мы научимся разделять то и другое, мы поймем, где проходят линии фронта современной войны. Они здесь, между нашим сознанием и тем, что нам пытаются в это сознание вложить. Если мы не сопротивляемся, тогда мы получаем то, что получаем. Униженное состояние русского большинства, перерождение России из русского государства, из русской страны, в интернациональное, в проходной двор, где осуществляется политика замещающей миграции и русский народ, по сути дела, ликвидируется, где правительство – это ликвидационная команда, а президент Российской Федерации – это изменник, предатель и лидер воровской группировки, которая грабит страну. Если нас все это устраивает, то историческое бытие русского народа закончилось, можно уже больше не прикладывать никаких усилий. Если же мы хотим все-таки сбросить с себя иго олигархии, то мы обязаны, должны объединиться, должны воссоединиться в ту организацию, которая уже создана, а других не будет и не предвидится, в русский национальный фронт, и двигаться вместе, двигаться вместе к русской власти, к русскому национальному государству, к русификации, тотальной русификации власти, для того, чтобы уничтожить все эти этнические кланы, все эти этнические республики, которые на территории Российской Федерации моделируют Советский Союз. И давайте отметим, что Кремль формирует на территории Новороссии такой микропроект СССР-2, который проговорен слюнявыми устами господина Кургиняна, действующего по указке Кремля. Да, Путин воспроизводит в Российской Федерации СССР-2 на меньшей территории, но ровно такой же проект. И все воздыхатели о величии СССР должны ему быть благодарны, наверное, если у них настолько замутненное сознание, и они не понимают, что СССР был гибельным проектом, и его гибель была логична, и что страна развалилась по этническим границам, проведенным большевиками, тогда они должны уповать на то, что СССР-2 продержится еще сколько-нибудь лет, ну, может быть, еще пару десятков лет, но они должны удивляться тому, что центробежные процессы разорвут этот СССР-2, на потребу вот этой нароческой публики, разорвут на маленькие государствица, и история России таким образом закончится. По сути дела, если она закончилась в нашей голове, то ее окончание в реальности, это совершенно логичный процесс, логичное состояние. Готовы ли мы к этому? Мы, русские люди, объединившиеся в Русский национальный фронт, вошедшие туда организации, мы с этим не согласны и не готовы, не будем уступать олигархии, политическими методами будем добиваться ее смещения. Но для того, чтобы это произошло, русские люди должны пойти вместе под одним флагом и вступить в Русский национальный фронт, кто индивидуально, кто коллективно, своими организациями, и действовать в одном ключе. Есть документы, которые являются предметом компромисса при всей разноголосице, которая есть в Русском движении. Эти документы устраивают многих, это декларации, принципы взаимодействия тех структур, которые объединились в национальный фронт. Поэтому нет причин для того, чтобы не поддерживать друг друга, нет причин для того, чтобы не вступить в организацию, и нет причин, чтобы не ходить на те мероприятия, к которым призывает Русский национальный фронт. Если мы говорим, что мы собираемся оценить деятельность правительства накануне Нового года, а на митинг приходит около сотни человек в Москве, это значит, что нас еще не услышали, это значит, что русские люди, которые ходили раньше на русский марш десятками тысяч, почему-то предпочли остаться дома. Почему? Почему это происходит? Видимо, потому что мысленная капитуляция для этих людей уже состоялась, и, видимо, какие-то новые поколения или какая-то новая волна политической активности должна вновь сплотить русский народ. А те, кто раньше ходили на русский марш, это люди разочарованные, а значит, совершенно бесполезные. Нам нужны люди деятельные, люди, которые не сдались, и люди, которые никогда не сдадутся. Вот те, кто не сдается никогда, и составляет ядро русского национального движения. Если это ядро маленькое, что ж поделать? Значит, таков потенциал пока нашего политического единства. Он должен быть другим, он должен втянуть в себя весь энергетический потенциал русского народа, и тогда мы победим. Поэтому мы приглашаем в русский национальный фронт деятельных, активных, заряженных на победу людей. Если таких у нас будет мало, то мы и малым числом сможем сражаться, но нас должно быть много. Поэтому мы призываем к единству, к объединению. Вернемся к новостям. Государственная власть в Российской Федерации продолжает свою преступную деятельность. И на этот раз, несмотря на то, что кризис поднял цены на все товары, было объявлено, что у нас с 2015 года ожидается снижение цен на алкогольную продукцию. Минимальную цену на водку решила снизить такая структура, удивительная, с длинным названием Росалкогольрегулирование. Розничная цена снижается с 220 до 185 рублей за бутылку. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 февраля 2015 года. В приказе ведомства устанавливается, что отпускная цена производителя должна быть не менее 166 рублей за пол-литра водки. Крепостью 40 градусов цена в оптовом звене не менее 175 рублей. В рознице не менее 185 рублей. Вроде бы обозначается нижняя граница, то есть выше цена может быть. Но эта высшая граница оказывается очень низкой. Если соотнести эту цену с общим подорожанием, то можно сказать, что нам предлагают больше пить. Меньше есть, больше пить. Отключите мозги. И это алкоголизация. В свое время в Государственной Думе мной с помощниками был подготовлен законопроект, изменяющий уголовный кодекс. И одна из новых статей, которая предлагалась к принятию, называлась алкоголизация. Алкоголизация какой-либо территории или какой-нибудь группы населения. Это преступление. В данном случае алкоголизации подлежит весь русский народ и все коренные народы Российской Федерации. Кто инициатор этой алкоголизации? Правительство Российской Федерации. Оно совершает преступление. Ну, по крайней мере, с точки зрения здравого человека, с точки зрения здравого смысла. Но с точки зрения этой группировки, которая находится у власти, отключение мозга у нации, это самое выгодное то, что они могут сделать в этой обстановке, которая складывается не в пользу правящей группировки. История заканчивается, но они хотят продлить свое существование тем, чтобы отключить рациональное мышление у значительного числа людей. Для этого длинные праздники, новогодние и прочие праздники. Для этого множество профессиональных праздников. Если не пьет одна часть населения, то пьет другая. Это алкоголизация. Данная мера не обусловлена никакими экономическими причинами. Это изобличает правительство в преступном замысле, который реализуется в течение многих лет. Мы должны это осознавать, и настоящий русский тот, кто не курит и не пьет. А нас буквально побуждают к тому, чтобы мы курили и пили. Для того, чтобы наш мозг работал как можно хуже, и для того, чтобы мы могли исполнять только самые примитивные виды деятельности, превращались в таких таджикских дворников, которые на самом деле стараются как раз не пить и не курить. Им это не позволяет материальное положение. Нам же говорят, вы на свое здоровье просто наплюйте. И тогда вы просто не доживете до пенсии, и не надо будет из бюджета вам что-то платить за ту трудовую деятельность, которую вы посвятили большую часть своей жизни. И вы просто не сможете осознать, что происходит в стране. Вы просто отключите свое критическое мышление, если водка будет стоить для вас, для ваших доходов, для доходов вашей семьи дешево. Вот сейчас водка стоит дешево и стало дешевле на фоне подорожания других продуктов. Таким образом, правительство совершает преступление против нации. Мы должны это зафиксировать, и все лица, которые причастны к этому решению, конечно, подлежат в будущем репрессиям со стороны русской национальной власти, и никто из них не должен уйти от ответа. Ни один человек, кто принял это решение, ни один человек, кто его сформулировал, предложил в качестве экспертного мнения или в качестве мнения начальства, нам все равно. Все лица, которые причастны к алкоголизации страны, должны быть изобличены и либо уничтожены, если оказывается сопротивление, либо помещены в те места лишения свободы, где они могли бы плодотворным трудом до конца своих дней хоть как-то компенсировать нанесенный стране вред. По всей стране продолжается грабеж через систему ЖКХ. Если вас не обманывают в тарифах, то вас будут обманывать в объемах. Вы же не проверите, сколько тепла вы потребили. Вам напишут столько, сколько хотят с вас взять. Но сейчас этого стало мало. Сейчас решили, что надо на граждан завалить проблемы капитального ремонта их жилья и начать собирать мзду. Примерно это то же самое будет, что и собирание денег в пенсионный фонд. То есть соберут и украдут. Будут теперь собирать в Москве по 15 рублей за квадратный метр. Предлагали за 18, и мэр Собянин сказал, нет, мы не допустим. Не допустим обнищание населения будет не 18, а 15 рублей за квадратный метр. Поэтому с Нового года средняя семья, которая в Москве обитает, в двухкомнатной квартире, будет платить примерно 900 рублей дополнительно к тем коммунальным платежам, которые имеются. И все это будет включено в квитанции по оплате. Ожидается, что это произойдет в середине 2015 года. Ну, они немножко откладывают, потому что сейчас удар по кошельку был нанесен так, что содержимое этого кошелька потеряло в покупательной способности примерно вдвое. Ну, а потом еще в этот кошелек еще не раз надо будет залезть. Вот эта рука, воровская рука бюрократии еще раз туда должна погрузиться. Ну, это они отодвигают немножко подальше, чтобы уж не все сразу, не все в один момент. Чуть-чуть позже. Да, еще Собянин тоже сделал такое замечательное предложение. Он ведь у нас такой гуманист. Он предложил изменить московский закон так, чтобы граждане, получающие субсидии, могли распространить эти субсидии также и на вот эту дополнительную выплату, которая включает в систему оплаты жилищно-коммунальных услуг, также и капитальный ремонт. Он сказал, что это позволит защитить малообеспеченные слои населения и обеспечить наполнение фонда капитального ремонта за счет городских ресурсов. Ну, то, что это стопроцентное вранье, можно к бабке не ходить и не спрашивать ни у кого, это ясно как божий день. В очередной раз мы видим в начале Нового года акт этнобандитизма, причем теперь этот акт этнобандитизма совершен лицом приближенным к власти. Это сын заместителя губернатора Ульяновской области некий Эдуард Зиннуров с двумя своими подельниками. Он совершил бандитское нападение на полицейского, который мешал ему ездить по встречной полосе дорожного движения. Этот проходимец вот с таким почти ангельским лицом, даже его можно перепутать с русским человеком, на самом деле это, конечно, человек нерусский, и его подельники тоже нерусские люди, и акт бандитизма совершен группой лиц, которые объединены именно своим инородчеством, а также причастностью к власти, причастностью к олигархическим семьям, цинизм поведения этих людей обусловлен именно этими аспектами. Не потому, что они выпили, не потому, что они распоясались от безнаказанности, а потому, что они составляют этнобандитскую группу, близкую к власти. А, собственно, все этнобандитские группы опираются именно на власть и являются порождением этой власти, враждебной всем русским людям. В данном случае мы, может быть, не сочувствуем всем полицейским в целом, потому, что они обслуживают этот русофобский режим, но мы сочувствуем конкретному человеку, который попал, можно сказать, под раздачу от вот этой русофобской власти и от ее порождения от этнобандитской группы. Меньше года назад Эдуард Зинуров сбил насмерть на своей машине 54-летнего пешехода, но поскольку он принадлежит к этнобандитской группе, то никаких санкций против него не было применено, его папа, входящий в этот клан олигархов и инородцев, можно сказать, освободил его от какой-либо ответственности перед законом, и он не был даже лишен водительских прав. На этот раз он на своем Volkswagen, нарушая правила дорожного движения и создав аварийную ситуацию, двигался по встречной полосе. Полицейский попытался сделать ему замечание и остановить его, но Volkswagen продолжил движение, и через несколько минут, когда полицейский сел в свою машину, он увидел, что за ним осуществляется слежка, и за ним едут сразу три машины. Когда он подъехал к своему дому и припарковал свой автомобиль из трех машин, вышло несколько человек, откружили его и без всяких объяснений стали жестоко избивать, нанося удары руками, ногами, по голове и телу. Избиваемый упал, разумеется, один из нападавших достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову и в живот. Так аккуратно в информации значится, один из, но то, что это Зинуров, не вызывает никакого сомнения. Именно он сначала избивал полицейского, затем стрелял ему в голову с короткого расстояния с травматического пистолета, практически уже беспомощного человека. Затем он сел за руль своего Volkswagen и несколько раз переехал на машине, не подающего признаки жизни полицейского. То есть это циничное совершенно поведение, поведение ублюдка, какого надо на центральной площади Ульяновска было бы вздернуть за шею и чтобы он там провисел месяц в назидание всем остальным. Публичная казнь хорошо действует на умы, особенно вот этих негодяев, которые совершают подобные циничные преступления. К сожалению, у нас законодательство не позволяет так быстро и так эффективно действовать. Русская национальная власть действовала бы именно так, несмотря ни на что, просто военно-полевым судом этого негодяя просто повесили бы на центральной площади города, в котором он совершил преступление. Все это безобразие происходило в дневное время суток, поэтому случайный сосед, увидев, что происходит, закричал на отморозков, но те обматерили его и скрылись с места преступления. Сотрудник полиции с переломами и огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, где ему сделали несколько операций. К счастью, его жизни теперь ничего не угрожает. Надеюсь, что он даст показания и не подастся на уговоры всех вот этих властных негодяев, которые наверняка предложат ему деньги, чтобы он свои претензии снял и отказался от того, чтобы преследовать изувечившего его ублюдка и от того, чтобы он разместился бы в местах не столь отдаленных. полиция у нас не такая мужественная в борьбе с преступниками, как с русскими людьми. И очень вероятно, что так оно и будет. И на этот раз вот этого Зинурова и двух его подельников Асхата Ехиева и Наиля Алиева родители отмажут и ответственность они не понесут. Мы же, русские люди, должны стремиться к тому, чтобы все эти негодяи, да и не только этнопреступники, но и просто преступники ликвидировались бы властью быстро и эффективно. В особенности те, кто осуществляет преступления с особым цинизмом. Неважно, пьяные они были или нет, входят они в какие-то этнокриминальные группы или нет, казнь для всех должна быть одна. В подобных преступлениях необходимо видеть моральную сторону, а не только фактическую. Здесь аморализм глубочайший, эти люди недостойны жизни, которые совершают подобные преступления. и поэтому они подлежат ликвидации в любом случае и в здравом государстве, при здравой организации власти. Таких людей, конечно, необходимо уничтожать, причем очень быстро, так, чтобы общество еще не успело забыть, что они там понатворили. И с соответствующей информацией для массового потребителя все это должно закончиться, конечно, петлей на шее и публичным вздергиванием негодяев на какой-нибудь центральной площади. Без жесточайшего подавления преступности, которая перехлестывает вообще уже все пределы, Россия, конечно, не удержится, не устоит. Преступность у нас в сравнении с временами историческими, временами Российской империи выросла в сотни раз. Это не ошибка, это не преувеличение. Именно так, в сотни раз. Если мы не остановим этот потоп преступлений, то у нас и не будет никакой нации. Потому что, если люди совершают преступления беспрерывно, то не образуется ткань гражданского общества, не образуется единство, которое необходимо для национального самосознания. Потоп преступлений выгоден олигархии, потому что люди не могут проявлять ту солидарность, которая им необходима для борьбы с олигархическим правлением. Поэтому все русские люди должны всеми силами бороться с преступностью, уничтожать преступников всеми возможными силами и стоять на страже закона, самим не нарушать закон и другим не позволять нарушать закон. Тогда нация будет складываться. Если же мы будем сквозь пальцы смотреть на все эти безобразия, которые вокруг нас творятся, то, наверное, ничего не получится. И российская государственность закатится очень быстро, и русская нация так и не сможет встать на ноги после многих лет унижения, дискредитации и истребления всякого понимания необходимого русским для того, чтобы продолжить свое историческое существование. Поскольку в праздничную неделю у нас не так много событий, мы снова обратимся к наследию Ивана Александровича Ильина и снова обратимся к вопросу о том, что такое национализм, потому что люди так и не понимают, что такое национализм и называют национализмом Бог знает что. Всякие субкультурные проявления, которые ничего общего с русским национальным самосознанием не имеют, а значит не имеют ничего общего с русским национализмом. Что такое национализм? Иван Александрович пишет, прежде всего национализм есть любовь, не просто любовь, некоторые говорят, это любовь к своему народу, это не так, это любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии. То есть это любовь к своеобразию, своеобразию русского человека, потому что никакой другой нации, кроме русской, в России быть не может. Это любовь к историческому облику, а не просто любовь к некоему народу, который вот сейчас заселяет эти территории. Нет, Это любовь к историческому народу, к тому, который нам дан в русской литературе, в русской культуре, в русском искусстве, в русском историческом наследии, в русской истории, в русской государственной деятельности. Вот облик русского человека. Это то, что связывает нас с тысячелетней историей нашей страны. Некоторые хотят, чтобы еще связывалось с какими-то доисторическими временами и придумывают о русских, бог знает что, каких-то там языческих предков, о которых ничего абсолютно неизвестно. Но раз неизвестно, давайте придумаем какую-нибудь игру на этот счет и придумаем вместо русского исторического наследия за тысячу лет, какого практически ни у одного на ней действующего народа не существует. То, что подменяет это наследие выдумками, глупостями, которые придуманы сочинителями современных сказок. Национализм есть воля, пишет Иван Ильин, к тому, что мой народ творчески и свободно цвел в Божьем саду. Воля к жизни. Это воля русского человека к жизни. К тому, чтобы совместно с другими русскими людьми строить свое государство, строить свое суверенное существование, независимо от каких-либо других народов и государств. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божьим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасности, его соблазнов. То есть, это созерцание политического аспекта существования нашего народа. Существует он или нет в политическом измерении, а не вообще в некоем абстрактном пространстве. Народ существует, современный народ существует только как нация. Или как субкультурная группа, которая постепенно ассимилируется, исчезает, пропадает. Она может остаться как носитель языка, который деградирует стремительным образом, но все субкультурщики деграданты по сравнению с стержневой линией культуры. Это все-таки созерцание понимающее, это не просто созерцание в стиле восточных мудрецов, которые сидят в позе лотоса и ждут, когда на них снизойдет какое-то откровение. Это созерцание, которое имеет в виду в дальнейшем какие-то поступки, это волевое созерцание. И поэтому национализм есть система поступков, вытекающих из любви, веры и воли, и из этого созерцания. То есть не только видеть и думать о том, что из себя представляет русский народ, но это и воля к тому, чтобы он существовал, воля к тому, чтобы действовать для осуществления исторического бытия своего народа. Это вера в то, что этот народ имеет свое право, свою территорию, свою историю. И это любовь к народу, который является источником всего. Но сам национализм – это политическое явление, это политическое учение. В философском аспекте оно может объясняться и обосновываться как угодно, но без политического измерения, которое есть проявление воли русского народа, конечно, невозможно никакое бытие в современном мире для русских людей как нации. И вот еще Иван Ильин пишет об опасностях и заданиях русского национализма. Это необычайно важно, потому что русский национализм тоже размывается разными неумными течениями, которые подменяют национализм чем-то иным, скорее противоположностью тому, что следует называть национализмом. И вот Иван Ильин пишет. Все то, что я высказал в оправдании обоснования национализма, заставляет меня договорить и признать, что есть больные извращенные формы национального чувства и национальной политики. Эти извращенные формы могут быть сведены к двум главным типам. В первом случае национальное чувство прилипается к неглавному в жизни и культуре своего народа. Во втором случае оно превращает утверждение своей культуры в отрицание чужой. Сочетание и сплетение этих ошибок может порождать самые различные виды больного национализма. Первая ошибка состоит в том, что чувства и воля националиста прикрепляются не к духу и не к духовной культуре его народа, а к внешним проявлениям народной жизни, к хозяйству, к политической мощи, к размерам государственной территории и к завоевательным успехам своего народа. Главное, жизнь духа не ценится и не бережется, оставаясь совсем в пренебрежении или являясь средством для неглавного, то есть превращаясь в орудие, хозяйство, политики или завоеваний. Согласно этому, есть государства, националисты которых удовлетворяются успехами своего народного хозяйства, экономизм, или мощью и блеском своей государственной организации, этатизм, или же завоеваниями своей армии, империализм. Тогда национализм отрывается от главного, от смысла и цели народной жизни и становится чисто инстинктивным настроением, подвергаясь всем опасностям, обнаженного инстинкта, жадности, безмерной гордыни, ожесточению и свирепости. Он опьяняется всеми земными соблазнами и может извратиться до конца. Такой национализм у нас в ходу. В основном у очень юной молодежи, которая еще не доросла до понимания духовной природы русского национализма. Поэтому она пытается черпать образы для формирования своих представлений о жизни в каких-то крайне жестоких проявлениях национализма других народов, прежде всего в нацистской Германии. Отсюда вот это субкультурное течение гитлеризма в русском самосознании. Оно не очень значительно, но весьма агрессивно и очень выгодно для всех врагов русского народа. Они с интересом, с огромным интересом рассматривают все детали гитлеризма, демонстрируют его в средствах массовой информации, пугают им обывателя. И те, кто следует вот этому субкультурному заблуждению, называя себя националистами, оказывают огромную услугу всем врагам русского народа. Поэтому обращаюсь к тем, кто продолжает мнить из Гитлера какого-то почти уже святого. Бросьте вы это. Это детская игра в национализм. Это не настоящий национализм. И это игра на руку всем нашим врагам. Давайте не будем создавать им удобные условия для дискредитации русского национального движения. От этой ошибки русский народ был огражден, во-первых, своим прирожденным религиозным смыслом, во-вторых, православием, которое сообщило нам, по слову Пушкина, особенный национальный характер и внушил нам идею Святой Руси. Святая Русь не есть нравственно-праведная или совершенная в своей добродетели Россия. Это есть правоверная Россия, признающая свою веру главным делом и отличительной особенностью своего земного естества. Когда мы отказываемся от православия, неважно, через бюрократизацию, которая проходит в московской патриархии, или через выдумывание некой веры, которая была до православия, о которой мы, конечно, ничего не знаем и могли бы уважать, если бы хотя бы что-то о ней знали. Все это означает, что от русского национализма происходит такой невольный отказ. Отказываются от религиозности, отказываются и от духовного смысла русского политического самосознания. В течение веков православие считалось отличительной чертой русскости в борьбе с татарами, латинянами и другими иноверцами. В течение веков русский народ осмысливал свое бытие не хозяйством и не государством, и не войнами, а верою и ее содержанием. И русские войны велись в ограждение нашей духовной и вероисповедной самобытности и свободы. Так было издревле, до конца XIX века включительно. Поэтому русское национальное самосознание не впадало в соблазны экономизма, этатизма и империализма. И русскому народу никогда не казалось, что главное дело его – это успех его хозяйства, его государственной власти и его оружие. Все это рассматривалось только как инструменты, и Россия стала империей именно потому, что она следовала духовному предназначению, а не потому, что стремилась к завоеваниям. И Российская империя оказалась наиболее надежной империей из всех современных европейских, которые строили свое благополучие на насилии и ограблении колоний. Россия фактически колоний не имела, а имела равноправные провинции, современные методы хозяйствования и современные методы управления. И это является основой для возвращения России к ее величию не завоевания, не принуждения, а следования своему предназначению. Возвращение того, что отнято было, возвращение того, что было разграблено, возвращение к своему историческому бытию, к имперскому существованию, но не ради того, чтобы кого-то порабощать, а ради того, чтобы продвигать все народы, живущие на территории Российской Федерации, к тем светлым идеалам, которые несет истинное коренное православие, изначальная апостольская вера. Вторая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста, вместо того, чтобы идти в глубину своего духовного достояния, уходит в отвращение и презрение ко всему иноземному. Сужение. Мое национальное бытие, оправдано перед лицом Божиим, превращается, вопреки всем законам жизни и логике, в нелепое утверждение. Национальное бытие других народов не имеет перед моим лицом никаких оправданий. Так как если бы одобрение одного цветка делало основание осуждать все остальные, или любовь к своей матери заставляла ненавидеть и презирать всех других матерей. Эта ошибка имеет, впрочем, совсем не логическую природу, а психологическую и духовную. Тут и наивные исключительности, и примитивные натуры, и этническое врожденное самодовольство, и жадность, и похоть власти, и узость провинциального горизонта, и отсутствие юмора, и, конечно, неодухотворенность национального инстинкта. Народы с таким национализмом очень легко впадают в манию величия и в своеобразное завоевательное буйство, как бы ни называли его шовинизмом, империализмом или как-нибудь иначе. Вот к этим завоеваниям, видимо, хотят склонить маленькую Украину, чтобы она направилась в сторону Российской Федерации, и, может быть, если не завоевала ее, то, по крайней мере, основательно разрушила. Ну и разрушила себя, соответственно, разрушила бы все возможности исторического бытия России. И это значит для нас катастрофу. Война между Украиной и Российской Федерацией, к которой нас основательно подготовили, в том числе и кремлевские изменники, это катастрофа для русского народа. Они перешли от медленного уничтожения русского народа к очень быстрому. А это делается через ликвидацию больших социальных систем. Прежде всего, здравоохранение и образование. Это то, что сейчас ликвидируется самыми высокими темпами. И к тому, чтобы началась война. В войне как можно быстрее можно истребить весь русский народ. Поэтому кремлевские русофобы и вашингтонские русофобы, или не знаю, где они уже там сидят, может быть, стокгольмские русофобы или гаагские русофобы, добились того, чтобы между русскими людьми возник непримиримый конфликт. Это означает для нас, прежде всего, что мы должны воздействовать на свою собственную власть, ее освободить от русофобов. Тогда у нас возникнет хотя бы какая-то перспектива, чтобы замириться с Украиной и продвинуть идею воссоединения страны. Без этого, конечно, мы ни к чему не придем. Если это называть империализмом, ну пусть это называется империализмом. Да, мы должны восстановить Россию в границах Российской империи. В перспективе мы должны к этому стремиться. На каких основаниях, какими способами, это другой вопрос. Лишь бы это не было самоцелью, территориальное воссоединение не должно приводить к тому, что русский народ погибнет или схолестнется в братоубийственной войне. Вот об этом как раз и пишет Иван Ильин. Нам завоевывать другие народы не надо. Нам нужно быть лидером, нам нужно восстановить лидерство русского народа. И тогда другие народы пойдут за нами, и это будет империя русского народа, а не просто безнациональная или многонациональная империя. Каковой Российской империи никогда, кстати, и не была. Ей бросают это обвинение, но оно абсолютно несправедливо. От этой ошибки, презрения ко всему иноземному, русский народ был огражден, во-первых, присущий ему простодушной скромностью и природным юмором, во-вторых, многоплеменным составом России, и в-третьем, делом Петра Великого, научившего нас строгому суду над собой и привившему нам готовность учиться у других народов. И это правильно. И это правильно. Учиться у других народов не грешно, и даже необходимо, и сегодня необходимо. И многое из того, что некоторые народы считают позволенными для себя, мы вправе в порядке самообороны применить и сами. Так русскому народу он не свойственно закрывать глаза на свои несовершенства, слабости и пороки. Напротив, его скорее тянет к мнительному покаянному преувеличению своих грехов, а природный юмор его никогда не позволял ему возомнить себя первым и водительным народом мира. Правда, в допетровском национализме имелись черты, которые могли привести к развитию национальной гордыни и повредить России в целом. Именно в русском народе сложилось и крепло и рациональное самочувствие, согласно которому русский народ, наставляемый Святой Соборной Апостольской Церковью, вводимый своими благоверными царями, хранит единственную правую веру, определяя ею свое сознание и свой быт. И если некоторое национальное стояние в правде, от которого невозможно ни отступить, ни что-либо уступить, так что перенимать у других нам ничего нельзя, смешиваться с другими грешно и изменяться нам не в чем. Ни у Басурмана, ни у еретиков нам не следует учиться, ибо от ложной веры может произойти только ложная наука и ложное умение. Это воззрение к XVII веку формулировалось так. Богомерзок перед Богом всякий, кто любит геометрию, а все душевные грехи учиться астрономии и еленским книгам. Вот этот порог, он присущ многим православным людям, которые считают себя почти святыми в окружении грешников, которых надо только презирать. Это ощущение, которое лишено тех черт русского национального характера, о котором писал Иван Ильин, наносит большой ущерб и русскому национальному движению, потому что православные люди отстраняются от политики, считая ее грехом, и презирают русскую политическую философию как ложное знание. На самом деле это отрицание мира, в котором мы живем, и в котором мы должны выжить, преодолевая и противодействуя всякому злу. Но это отречение от того, чтобы бороться со злом, в том числе и в политике, и в строении собственного государства, предательство многих православных людей, в том числе и православных публицистов, осуществляется сегодня именно этим грешным своим соединением с богомерзкой властью, которая почему-то считается данной от Бога. И вот эти люди, считающие себя почти уже святыми, лишь потому что они знают молитвы, и во всяком собрании эти молитвы стараются коллективно петь, исполнять как будто это концертный номер, а также возвышают себя над всеми остальными тем, что они-то знают истину, а все остальные грешники, и их презрение к ним является настолько естественным, что его уже и не надо скрывать. Между тем, Христос шел к грешникам, и они становились христианами. Нынешние же христиане, вот эти псевдо-православные, которые поклоняются своему кремлевскому кумиру, не идут к грешникам и не защищают веру. Они превратились в секту, причем в секту неплохо оплачиваемую вот этой кремлевской олигархией, которая, конечно же, самая настоящая бесовщина. Эти люди, будучи формально православной верой, ходят в храм, молятся, исповедуются, причащаются, думают, что они веруют. На самом деле они, предавая русский народ, предавая русскую нацию, предают и Христа. Поэтому с такими людьми нам в политике, разумеется, не по пути, но не по пути нам и в деле исповедования православной веры. Отличие церковного от религиозного и церковного от национального Россия осознавала на протяжении двух веков после Петра. И за эти века Россия вынашивала свой светский национализм, зачатый в православной церкви и проникнутый христианством, иоанновским духом любви, созерцания и свободы. Она вынашивала его и в то же время носила его во все области светской культуры, зарадождавшуюся с тех пор русскую светскую науку и литературу, возникшее и быстро созревающее до мировой значительности светское русское искусство, в новый светский уклад права, правосознания, правопорядка и государственности, в новый уклад русской светской жизни и нравственности, в новый уклад русского частного и общественного хозяйства. То есть Российская империя становилась и стала к концу, к сожалению, своего существования русским национальным государством. Этого многие не понимают, противопоставляя империю и национальное государство. Но это на совести этих людей, которые не могут понять исторических судеб нашей страны. Тем не менее, то, что создавала Россия в 18-х и 19-х веках была именно светской национальной культурой. России было дано великое задание выработать русско-национальный творческий акт, верный историческим корням славянства и религиозному духу русского православия. Имперский акт такой глубины, ширины и гибкости, чтобы все народы России могли найти в нем свое родное лоно, свое оплодотворение и водительное научение, создать из этого акта новую русско-национальную, светскую, свободную культуру, знания, искусства, нравственности, семьи, права, государства и хозяйства. Все это в духе восточного иоанновского христианства. И, наконец, узреть и выговорить русскую национальную идею, ведущую Россию через пространство истории. Это задание, долгое и притрудное, решаемое только в веках вдохновением и молитвой, самовоспитанием и неотступным трудом. За два века русский народ только приступил к его разрешению, и то, что им совершено, свидетельствует не только о величии этого задания, и не только о чрезвычайной историчности, этнической и пространственно обусловленной сложности его, но и о тех силах и дарах, которые даны ему для этого от проведения. Это дело было начато с чрезвычайным успехом, прервано политической смутой и коммунистической революцией, и осталось ныне незавершенным. Чтобы завершить это дело, понадобится еще века свободного творческого расцвета, и нет сомнения, что Россия возобновит его после окончания революции, ну и добавим и оккупации нашей страны олигархическим режимом. И вот русский национализм есть не что иное, как любовь к этому исторически сложившемуся духовному облику, как-то у русского народа. Он есть вера в это наше призвание и в данные нам силы. Он есть воля к нашему расцвету, он есть созерцание нашей истории, нашего исторического задания, и наших путей, ведущих к этой цели. Он есть бодрая и неутомимая работа, посвященная этому самобытному величию грядущей России.